Музыка Закончился непростой день нашей работы. Что вам сказать, особо позитивного много не скажу. Скажу, что удалось отстоять следующие позиции. По нашему предложению все-таки создан комитет отдельный по вопросам семьи и спорта. Это важно, хотя странно, что это было наше предложение, это скорее должна была новая власть предлагать. Я думаю, что очень важным является то, что все-таки, несмотря на какие-то там, ну скажем там, случайные ошибки в текстах, все-таки возвращено в текст права ветеранов Великой Отечественной и афганцев, которых почему-то вычеркнули. Можем сказать, что, к сожалению, глубокому не принято наше предложение создания отдельного комитета по особым вопросам Донецкой и Луганской области. Мы много времени обсуждали, к какому комитету отнесутся частные космические полеты, которые начнут происходить в нашей стране. Это, конечно, все класс, но те вопросы, которые сегодня реально стоят перед страной, так оказалось вне комитета. Поэтому вот коротко то, что сегодня происходило. Новая власть, она улыбается очень хорошо, голосует просто, у них большинство, они могут голосовать вообще все, что угодно. Поэтому, что я вам хочу сказать, маемо, что маемо. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, шановные коллеги, подходите к микрофону. Пожалуйста, пьян Вадиме, Ала Жизневская, телеканал ЗИК. Чуть громче, честнее можно. Ала Жизневская, телеканал ЗИК. Скажите, пожалуйста, почему не голосовали за створение окремого комитета для ветеранов? Чому не голосовали за створение окремого комитета для ветеранов? Я прошу прощения, мы как раз голосовали за отдельный комитет по ветеранам. Могу объяснить вам почему. Во-первых, я искренне не понимаю, почему мы не должны высказывать уважение тем людям, которые защищали нашу страну. Во-вторых, мы попросили включить в этот ветеранский, безусловно, включен еще ветераны Великой Отечественной войны, это ветераны-афганцы, это ветераны многих других военных конфликтов. Все эти люди защищали свою родину в разный период времени. Родина обязана им обязательно чем-то отвечать. И поэтому я считаю, что в крайнем случае мы перешли к вопросу создания, уже не получилось с комитетом. Теперь мы, надеюсь, получим специальную комиссию, которая будет заниматься этими вопросами. Это очень важно, потому что это касается очень многих людей, которые пострадали, и совершенно понятна наша позиция. Спасибо большое. Будь ласка, наступное запитание. Юлия Жешко, телеканал Интер. Поясните, будь ласка, почему представители партии «Опозиционная платформа за життя» не отдали свои голоси за основной блок вопросов, зокрема переименование и изменение назв комитетов. Я вас понял. Вы знаете, мы, в общем, достаточно конструктивно работали сегодня в комитетах. Тем не менее, как я могу голосовать за те названия комитетов, идет перечень, который сделан следующим образом. Первое. Создан монстрообразный комитет по информационной политике. Это такое себе министерство правды, в которое отдаются вообще все полномочия, которое должно как бы стать над страной. Забираются у комитета по свободе слова вообще какие-то возможные права, его обрезали. И те комитеты, которые теоретически собираются отдать оппозиции, теоретически, да, они обрезаны до такой степени, что повлиять практически ни на что не могут. Являются просто карикатурными. Нет вопроса о Донецке и Луганске отдельного, вопроса мира нет, о космических полетах есть. Поэтому, что я вам хочу сказать, опять-таки, повторюсь только в том, что я сказал. Мы имеем вот такую ситуацию, мы выбрали эту ситуацию, мы в стране. Теперь давайте ее расхлебывать. Расхлебывать вместе и потихонечку, без паники, без какого-то там, знаете, паникерства. Да, сложная ситуация, потому что у власти сегодня большинство, впервые в истории Украины создана монобильность. Им теоретически никто не нужен. Они всех остальных слушают просто, ну, по регламенту. Голосуют они то, что хотят, делают они то, что хотят, и ответственность они полностью взяли на себя. Эту ответственность мы увидим месяца через три, какой будет результат. Если будет мир в стране, и мы живем лучше, значит, ну, молодцы, тогда правильно выбрали. Если мира не будет, и экономика станет хуже, ну, мы в очередной раз ошиблись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова